Всем привет! Сегодня я хочу сделать очень уловистую зимнюю снасть на окуня. Этой снастью успешно ловят окуня в Норвегии и Финляндии. На просторах ютуба также я видел, что уже этой снастью ловят и в России. Для этого нам понадобится любая блесна для зимней ловли, для вертикального блеснения. Размер блесны лучше подобрать соответственно тем глубинам, на которых вы будете ловить. Ну вот я взял вот такую блесну, она 14 грамм. Не обязательно брать блесну для вертикального блеснения. Вот эта у меня блесна, это обычная для летней ловли. Но главное взять блесну тоненькую и узенькую. Блесна нам нужна для того, чтобы привлечь окуня с дальних расстояний. А также, чтобы доставить нашу мушку, вот такие мушки я поделал, чтобы доставить нашу мушку ко дну. То есть, если я собираюсь ловить на глубине 9-10 метров, вот я для этого взял такую вот блесну. И также нам понадобятся вот такие мушки. Тоже они самодельные эти мушки. В Финляндии их называют блохи. Дело в том, что это даже можно сказать, это не мушка, так как, а может и мушка, ну, они сделаны из крючок, нитки и залиты эбоксидкой, эбоксидной смолой. То есть, любой желающий, кто захочет, может сделать и очень успешно на них ловить окуня. Кстати, на них ловится не только окунь, но может даже и карась клюнуть. И карась, и карп. Блесны можно применять разные. Можно, чтобы было уловить и эта снасть, можно применять вот такие блесны с дополнительными крючками. Ну, правда, здесь придется нам вязать леску за крючок, за нижний. Можно вот на такую блесенку ставить, маленькую, только вот этот тройничок снять и вязать сюда эту снасть. Или на такую вот блесенку тоже тройничок снять. Здесь есть два колечка сверху и снизу. Ну вот, приступим к снасти. Итак, взял я вот такого малька, вот я его сделал. Видите, этот малек у меня с глазками. То есть, на моем канале вы можете увидеть, как сделать такого малька. На канале, вот я показывал, на видео вот такой малек у меня был. Дело в том, что мальки эти получаются очень легкие. И нам это и нужно, чтобы он был легкий. То есть, без всякой огрузки, чтобы мальки были наши неогруженные. Итак, сама снасть. Вот она, блесна. И к нижней части блесны я уже малька привязал на поводок. И к нижней части блесны мы привязываем нашу мальку. Обязательно смачиваем. И затягиваем. Лишнюю леску отрезаем. Вот и все. И снасть наша готова. Вот такая получается снасть. Я эту снасть буду вешать через флюрокарбон. То есть, основную леску я привяжу на флюрокарбоновый поводок, чтобы менять было удобнее снасти, чтобы у меня была вот такая застежка. И через застежку буду цеплять блесну. Вот так. И все. А сюда вяжем основную леску флюрокарбоновому поводку. Вот и вся снасть. Дело в том, что в Финляндии и в Норвегии уже продаются такие готовые снасти. То есть, блесенка, поводок и вот такая мушка. Ну, или малек. У нас же я таких снастей не видел, чтобы такие продавали. Ну, ее очень элементарно сделать, так как блесну можно взять даже любую блесну, которая у вас есть. Не обязательно вертикального блеснения. Все равно мы на нее ловить не будем. Если вы, конечно, хотите на нее ловить, можно привязать вот такую блесну и привязать за крючок, за нижний крючок, привязать поводок. И тогда будет ловиться и на эту блесну, так как окунь нападает и на блесну, и на малька. Но дело в том, что на малька поклевок всегда больше. Основные поклевки идут только на малька. На своем канале я уже показывал снасть «Зимний тандем». Она у нас состояла из следующих позиций. Сейчас я вам нарисую. То есть у нас была основная леска, поводок, на конце у нас была блесна с крючками. И на поводке у нас был крючок. К крючку были привязаны вот такие красные ниточки. То есть основная леска, блесна с тройничком, или с двойничком, ну без разницы. И здесь крючок. Он также плавно падал и, короче, привлекал окуня. Это был зимний тандем снасть. Также можно делать на зимний тандем вот эти мальки. Вот такие мальки. Вот сюда цепляется малек. Или этот, или этот. Ну вот. Можно также подцепить сюда малька. Вот на Украине у нас я уже видел, как на вот такую оснастку на зимний тандем ловили именно с такими мальками. И с блесной. Ну, а эта снасть немножко норвежская. Она другая. Она более спортивная, так как у нас в этой снасти ловит только один малек, один крючок. А эта снасть, она более хапужная, так сказать. Ну, ловит у нас и этот малек, и еще и тройничок ловит у нас на блесне. Ну, а сейчас я вам покажу, как эта снасть работает в аквариуме. Дело в том, что так как у нас льда пока хорошего нет, я вам пока не могу продемонстрировать эту снасть на водоеме, но я думаю, вы сделаете и сами все узнаете, что это очень довольно-таки успешная снасть для ловли окуня. Субтитры сделал DimaTorzok А на этом до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Желаю всем хороших рыбалок. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok